Я хотел бы поговорить с теми людьми, которые страдают паническими атаками, фобиями. Они, обращаясь ко мне, говорят, вы можете чем-то нам помочь? Я занимаюсь поведенческой психологией, меняя ваш внутренний мир. Тот виртуальный мир, в котором населили вы, в воле случая, вот эти фантомы. И вот этот страх, он переходит в паническую атаку. Вроде бы окружающие пытаются вас успокоить, объяснить, что это фантазия, что это не страшно, что это все какая-то рациональность. Да и вы это, в конце концов, понимаете. И вот человек вроде понимает, что этот его страх безопасен и не навредит ему. Но как он может избавиться от него? Вот он не может искусственно выбросить это. И он ищет сочувствие, разговоров в интернете с себе подобными. Он хочет выговориться. Для него необходимо понимание. Ну, поймите, сочувствие понимания не излечит. И я-то вас понимаю, почему вы так беспокоитесь и как этот фантом захватывает ваше бессознательное. И мы обязательно разбираемся где-то на третьем-четвертом занятии по поводу этой вторичной выгоды. По поводу того, почему возникли эти фантомные страхи. Почему они захватили вашу реальность? Почему они не дают вам адекватно жить? И вот мысль о том, что этот фантомный страх, ну, как бы на всю жизнь, что он вас увлек, я разрушу. Мы будем заниматься ежедневными упражнениями. Вы раз в неделю их будете получать. Я написал книгу о этих фантомных страхах. Точнее, некоторые говорят, Юрий Николаевич, дайте нам прочитать эту книгу. Мы прочтем и избавимся от них. Я говорю, по книге плавать-то не научишься. Зайди в воду, намочи, ножки поглотай, водички. Вот тогда, наверное, научишься плавать. Помните, учат плавать, столкнув с лодки в глубину. Я так не учу, я не толкаю в глубину. Конечно, в этой книге я описываю, как действует наше воображение. Как создаются образы в правом полушарии. А у фобиков правое полушарие более развито. И вот эти образы, созданные в правом полушарии, создают тот виртуальный мир, в котором мы живем. И они влияют на нашу реальную жизнь. На наше восприятие мира. Поэтому, как говорится, ваша судьба в ваших руках. Так, может быть, не стоит ее тратить попусту. Не стоит искать жалости. А может быть, просто начать построение своей судьбы иным способом. Где нету этих фантомных страхов. Есть позитивные намерения, новые убеждения, планы на будущее.